Маленький Арсений в парке с родителями гуляет часто. Ему здесь все нравится. Катаюсь на горке, хожу по мосту, хожу по лестнице. А что нравится больше? Катаюсь на качеле. Однако взрослые не всегда разделяют радость своих детей. Особенно в вопросе безопасности парковых объектов. Вот я недоволен. Здесь были качели, которые сняли. Крепление качель, которые будут. Вот посмотрите. Жаловались родители и на песочницу. Здесь, например, угрожающе торчит гвоздь. Однако есть недочеты, которые не зависят от компетентности подрядчика. Из-за самих людей и приходит в негодность спортивное оборудование в парке. Очень хочется попросить, чтобы сохраняли то, что уже сделано. Потому что если мы сейчас, еще не закончив работу, будем разрушать созданное, то мы никогда не увидим красивого рыбацкого сквера. Недовольны горожане и малой озелененностью сквера. Этот вопрос обещают решить во второй очереди строительство парка. Во второй очереди строительство как раз и входит в все те элементы, которые будут более радовать глаз, нежели на сегодняшний день вид парка. То есть это малоритектурные формы, озеленение, амфитеатр и так далее. И поэтому только после завершения второй очереди строительства, а по проекту контракта государственного, она намечена на 1 июня 2018 года, безусловно появится полная картина сквера, которая, я думаю, всех нас, жителей города порадует. По явлению такого парка на месте заброшенного сквера жильцы рады. Мы живем здесь, мы не имеем права не прийти. Мы приходим по возможности, как получается, смотрим, какие работы ведутся, когда закончат. Детская площадка и площадка спортзал. Это мои любимые площадки. Нравятся площадки. Ну, качель не хватает, лавочек нет. Как бы они все бы доделали, было бы хорошо. Всего на строительство двух очередей парка выделено почти 93 миллиона рублей. По скверу гуляли Юлия Ефремова и Андрей Глушенко для информационного канала «Севастополя».